В условиях пандемии онлайн-торговля и доставка товаров На дом или на работу приобрела новое практически стратегическое значение Число заказов у сервисов доставок резко выросло А вынужденная самоизоляция в связи с распространением коронавируса Сделала доставку услугой первой необходимости Во время самоизоляции стал больше заказать технику Что именно заказываете? Наушники, беспроводную гарнитуру, колонки, телефоны Фастфуд чаще Курьеры очень хорошие, привозят все быстро, вовремя Очень добрые, доброжелательные люди Людям не очень хочется выходить, что-то там готовить И просто захотели покушать, заказали, им привезли Приезжают, ставят стульчик, ложат заказ и отходят на полтора метра Мы забираем заказ Заказывали обеды на работу Курьер привозил Оставлял, допустим, пакеты Маска, перчатки Получилось также бесконтактной оплатой Допустим, карточку оплачивали В Чебоксарах действует 526 интернет-магазинов Их число выросло на 20% по сравнению с концом 2019 года В период распространения коронавирусной инфекции в три раза увеличился и объем онлайн-продаж Наибольшая доля продажи товаров для дома, дачи и детей – более 25% Товары в сфере новых технологий хай-тек – более 18% Одежда и обувь – более 10% Почти половину всех заказов в российских интернет-магазинах покупатели забирают самостоятельно Доставка курьером – 26% Через Почту России – 17% В случае с зарубежными магазинами – 80% заказов доставляются Почтой России Переход в онлайн-режим не всем предпринимателям дался легко Компании, которые раньше уже занимались доставкой, быстро сориентировались и покатились по старым рельсам А тем, кто впервые с этим столкнулся, пришлось продумывать схему с нуля и делать все возможное, чтобы не потерять бизнес В такой ситуации оказалось и чебоксарское ателье «Аламания» – молодой производитель женской одежды Руководство в короткие сроки организовало доставку платьев, деловых костюмов, блузок, футболок на дом Доставку курьером организовать на тот момент было очень сложно Я в первое время разводила сама одежду Так как в любом случае на плаву оставаться было огромнейшее желание Заказов поступало много и я обратилась в курьерскую службу Для того, чтобы покупатель был доволен быстрой доставкой Новая услуга потребовала создания дополнительных условий Хотя изначально магазин был закрыт для покупателей Все же для продавцов в помещении поставили дезинфицирующую лампу – санитайзеры Сотрудники работали и работают в халатах, масках и перчатках Одежда в магазине проходит специальную обработку Тепловая обработка проводится у нас дезинфицирующим средством, то есть паром При оформлении заказа у нас мы меняем перчатки, обрабатываем, складываем, потом упаковываем его в пакеты И через курьеру уже доставляем им к подъезду Роспотребнадзор рекомендует при передаче товара соблюдать дистанцию в полтора-три метра Такой вид доставки обычно используется при наличии полной предоплаты Во время пандемии очень тяжело было найти шоурум, который работал И я решила обратиться в ломание бренда и заказать уже одежду через сайт Потому что это, во-первых, безопасно, к нам приезжает курьер Мы договариваемся о дате доставки, о времени доставки И уже, соответственно, если вещь мне не подходит по размеру, мне делают возврат То есть это очень удобно От выполнения требований, установленных Роспотребнадзором, зависит безопасность клиентов и курьера тоже При передаче товара потребителю курьер или продавец должен быть в маске, в перчатках И желательно документы иметь в файловом листке То есть в целлофановом пакете желательно И все это нужно протирать Необходимо соблюдать социальное дистанцирование Не ближе полутора метров подходить к покупателю При передаче товара должна быть в письменной форме информация О товаре, об изготовителе или производителе товара Его местонахождении, режиме работы, ОГРН должен быть И условия, при каких можно порядок возврата товара, если он не соответствует требуемым качествам Или не понравился потребителю В соответствии с этими правилами продажи дистанционным способом товар Можно вернуть после его получения в течение 7 дней А до момента передачи в любое время Татьяна Иванова во время пандемии всерьез занялась онлайн-шопингом Покупками в интернете, онлайн-покупками вообще я занимаюсь давно Но вот так вот, чтобы какие-то серьезные вещи заказывать Конечно, до этого не доходило Все-таки риск оставался получить что-нибудь некачественное, не по размеру И не всегда можно вернуть Но вот, наверное, с апреля стал серьезный вопрос в том, что детей не во что одевать Дети растут, имеют такую особенность Им нужны и футболки, и носки, и обувь пришлось заказать на Вайлдберрис В этом интернет-магазине Мы еще заказывали в другом интернет-магазине То, что ребенку понравилось, то, что он выбрал Достаточно быстро, в течение двух дней пришел заказ Единственное, конечно, на дом нам не привозили Нам пришлось ходить вот в пункт выдачи и на почту Интернет-магазины, они понимают серьезность Все серьезные ситуации И также тщательно готовятся к приему покупателей Ну, мы, естественно, и с одним, и с другим ребенком Мы заходили в пункт выдачи в маске, в перчатках Там были и санитайзеры, как положено И на почте тоже есть место для обработки рук И салфетки Выбрать товар можно с ребенком в любое время В любое свободное время По магазинам ходить не обязательно Ну, и учитывая, что сейчас многие интернет-магазины Возвращают деньги, если не подошел товар Тактически там в течение одного-двух дней И это удобно Ну, и дети довольны Для детей, мне кажется, это особое развлечение Посидеть, повыбирать Не ходить в магазин, не мерить В городах Чувашии и районных центрах Работают около десятка служб доставки Вайлдбери, Сламода, Озонру, Бируру, Боксбери, Сдек, Пикпоинт Некоторые из них привозят на выборы Несколько вариантов одежды, обуви и других товаров А оплата производится постфактум Товары можно получить в пунктах выдачи и постаматах Тем не менее, покупателям стоит обращать внимание Не только на правила личной гигиены Но и не забывать о возможных онлайн-мошенниках Необходимо обязательно удостовериться Что на интернет-сайте, например, есть информация о продавстве О его характеристике фирменной наименовании Адреса, местонахождение Все это должно быть И надо удостовериться, что после оплаты Электронный чек вы получите Где тоже указывается адрес сайта Кроме этого, может быть доставлен товар наложенным платежом И до оплаты товар вы не увидите У нас был случай, к нам пришла жалоба Один потребитель наложенным платежом Заказал телефон И ему вместо телефона прислали просто кусок пластмассы Конечно же, деньги нельзя переводить частному лицу И на банковскую карту частного лица Когда товар поступает наложенным платежом Необходимо помнить, что возврат товара Доставка обратно товара осуществляется за счет потребителя Сергей Кузьмин Сергей Кузьмин водитель и курьер в одном лице С утра до вечера он колесит по городу и ближайшим районам Чтобы клиенты вовремя получали заказы Клиенты всегда разные Есть вежливые Особо грубых не встречал Но бывает клиенты, которые заказывают и пропадают куда-то Не берут трубку Вот это вот сложность Люди стали больше заказывать по интернету Не только из-за самоизоляции Да удобно это Получается, сидишь дома, заказал, тебе привезли До дома, до квартиры донесли Ничего не надо делать Услуга доставки продуктов питания за последние три месяца Стала пользоваться невероятной популярностью Спрос вырос почти вдвое А на некоторых предприятиях и больше На нашем сайте представлена вся наша продукция Нашего производства Это свежая говядина, полуфабрикаты мясные Пельмени, вареники, котлеты Молочную продукцию можно заказать Это молоко, сыр и творог И также сыры от сторонних поставщиков Татьяны Ирлыковой И детскую молочную кухню Работаем не первый год на рынке доставки Даже мы первые в Чувашии, кто открыл эту услугу Доставки продуктов За время пандемии Конечно, она изменилась Потому что все были дома И самоизолировались У нас количество заявок увеличилось в три раза Так как мы вовремя среагировали У нас были для доставки свои машины И мы приняли решение Разгрузить их немножко И привлекли дополнительно Курьерскую службу доставки Клиент оформляет заказ по телефону Либо через сайт Оператор обрабатывает заявку Формирует заказ Согласовывает с клиентом Доставка на следующий день Продукты от агрофирмы Из Атлашева Поступают к потребителям Прямо с производства Все в индивидуальной упаковке Которую, кстати, после получения Рекомендуется протирать Дезинфицирующими средствами Я знаю, что есть моя семья Мы очень все довольны Тем более в моем положении Очень удобно, полезно Очень удобно с детьми То есть ходить с ними Не нужно долго Заказала, доставили Я также буду продолжать заказывать онлайн Потому что это стало частью жизни нашей Эксперты отмечают Что за время пандемии Курьерским службам В целом удалось Существенно повысить Качество сервиса Сократить время доставки Выстроить оптимальные Логистические маршруты Наладить коммуникации С клиентами Тщательно соблюдая при этом Режим повышенной Санитарно-эпидемиологической готовности Что в дальнейшем Сделает сервис доставки Более конкурентоспособным на рынке По прогнозам экономистов Даже после окончания пандемии Люди продолжат Активно пользоваться онлайн заказами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин